Девчонки, всем привет! Снимаю видео по вашему запросу. Вы хотели посмотреть на мои шубы, но я снимаю видео не только о шубах, а вообще о своей верхней одежде. Покажу вам обновочки и вообще покажу, что я ношу. Может быть, вам будет полезно и интересно. Возьмете себе на заметочку что-то. Если вам такое видео интересно, оставайтесь на моем канале. Заранее хочу извиниться за свой заложенный нос. Я простывшая, но видео надо снимать. Вы очень просите, поэтому в таком состоянии тоже снимаю, не накрашенная, но я думаю, вы меня простите. Итак, первое, что я вам хочу показать, это тоже обновочка, это куртка. Ох, в инстаграме вы могли ее видеть. Вот, она офигенно теплая. Это не пух, это европух. Я искала пуховой себе пуховик. Я просто по детству помню пуховые пуховики. Они легкие и очень теплые. Но мне важен фасон. Вот правда, очень важен. Я искала много где. Я искала в торговых центрах. Я искала в интернете. Я не могла найти то, что я хотела. И кто-то из девчонок моих подписчат. Спасибо вам огромное. Посоветовали мне поехать в Киеве есть до рынок. Я очень давно там не была. Я вспомнила о том, что, в принципе, да, возят и фабричный Китай, и возят Турцию, и возят даже Италию. Конечно, дороже, и подороже, чем в магазинах иногда, но оно того стоит. Обойдя ряды, я уже выходила, я не нашла ничего. И увидела этот пуховик только в другом цвете. Он был в рыжем цвете. И в рыжем цвете он смотрелся вообще мега круто. Жаль, я не сфотографировала. А, нет, сфотографировала. Я вам ставлю фотографии. Но не было моего размера. Девушка говорит, сейчас из другого ряда принесу вам ваш размер. А пока примерите 42-й черного цвета. Я примерила черный пуховик и поняла, что черный хорошо сидит и под все подходит. Плюс до этого в этот же день я купила белые ботинки. Я вам дальше их покажу. Я этот пуховик забрала. Но я нашла там еще один пуховик. Поэтому у этой девочки я купила два пуховика. Это один, спортивный. А, у меня тут шапка. Шапку купила на Алиэкспресс. Кстати, про нее очень часто спрашивали. Битань, крутая шапка. Пуховик очень классный. Он, когда он расстегнут, классно смотрится. И когда он застегнут, классно смотрится. Здесь, вот видите, как летучая мышь. Слегка по фасону. Я очень люблю пуховики такие своеобразные. Необычные. И очень не люблю приталенные. То есть у меня есть приталенные пуховики. Я их не ношу и даже вам показывать не буду. Они классные, в хорошем качестве. Девочки, мой личный вам совет это заменить ваш пуховик, если он у вас есть приталенный. Отложить его. Сейчас они не актуальны. И они смотрятся, не знаю, как инкубаторы. Поэтому я искала что-то особенное. И я это нашла. Поэтому вот рассказываю вам, показываю. Там такие есть, но их мало. Поэтому я сдаю вам точку и рассказываю, где я купила. По поводу качества. Качество офигенное. Мне прям очень нравится. Я вчера гуляла. В снегу валялась. Мне было не холодно. На пуховике не остается никаких следов, ничего. То есть он как водоотталкивающий. Безумно теплый, удобный, легкий. В автомобиле тоже удобно. Нету вот этого, знаете, когда вы присели в пуховике и не можете вот это вот развернуться. Очень этого не люблю. У меня есть пальто-одеяло. Я вам его здесь сейчас не покажу. Он находится в другом доме. Надо поехать забрать. Но я вам ставлю фотографию. Оно очень теплое. Для прогулок оно офигенное. Но в нем в автомобиле очень неудобно. Потому что оно длинное. Оно прям такое неповоротное. А вот для прогулок вообще отлично. Но когда вы не за рулем, это точно. Вот. Это проверила. Это мега круто. Ладно, не буду я больше петь дифирамбы пуховику. Следующая моя покупка, которая произошла на Кураж Базаре. Если вы были в Киеве на Кураж Базаре, то в принципе знаете, что там есть вещи, которые девчонки возят. Вот я купила там свитер. Это будет в другом видео. Много разных свитеров привозят девчонки из Турции. Также есть девчонки, которые возят, например, Италию. И я сделала очень такую яркую покупку. Я купила такую шубку искусственную. Почему искусственную? Во-первых, это сейчас на пике. Я не очень люблю искусственный мех, но может быть, может быть, я не зарекаюсь. Буду потихонечку отказываться от натурального. Хотя натуральный очень красивый мех. Но это так, в мыслях. Думаю, я попробую. Поэтому купила вот такую вот шубку. Это Зара Леопард. Я понимаю, что это покупка, по сути, на один сезон. Не факт, что в следующую зиму я буду носить эту шубку, но сейчас я решила помодничать, пока Леопард на пике. Очень прикольная шубка. Тепленькая. Она прямая, с карманами. И подходит, в принципе, и под ботинки, и под каблуки. То есть я ее ношу, и вы знаете, она довольно теплая. Мне нравится эта шубка. Если у вас даже самый простой наряд, то именно эта шубка искусственная, она украсит его. Потому что сам принт, он очень яркий и слегка для меня лично вызывающий. Поэтому я стараюсь надевать под эту шубку что-то в таких нейтральных оттенках. Следующая куртка, она не зимняя. Моя зимняя точно такая же, только с мехом здесь. Можно отстегивать этот мех. Я что-то в последнее время как бы вот эту вот опушку не очень люблю. Я не знаю, почему так. Мое такое. Точно такая же куртка, это только зимняя. Она у меня находится в другом доме. Надо поехать забрать. Я просто решила вам показать, что у меня есть кожаная куртка. Она такая как стеганая, кажется, как будто это пуховичок такой приталенный. Но я сейчас ее не ношу как раз от того, что она приталенная. Она как косуха, но она прям очень теплая. Не знаю, буду носить в этом сезоне или нет, но это такая, знаете, определенная классика, которая пусть будет. Надо одену, не надо, не одену. Я вообще считаю, что в принципе желательно покупать такие вещи, которые из моды не выходят. То есть не модные вещи, вот как предыдущая шубка. Вы, получается, купили такую вещь, поносили сезон максимум два и все. Я люблю покупать, например, мех классических фасонов для того, чтобы не переживать, что через 2-3 года мне надо от нее избавляться. Точно так же и с курткой косуха. Она как бы в принципе, ну, это определенный стиль, который, ну, он не выходит из моды. Так, переходим к меху. У меня здесь норковая шубка. Автоледи, она короткая, тут рука в 3 четверти, и я ее ношу постоянно. Она легкая и очень теплая. Вот, цвет у нее нейтральный, кармашки. И я считаю, что такая покупка, если вдруг вы надумаете, она, если вы не против меха, то она оправдает ваши ожидания на все 100%. Вы будете носить не один год, лет 5 точно. Вот, у меня уже это третий, по-моему, год. Я не помню точно, но, по-моему, третий. И мне прям очень нравится. Вот, я, когда покупала, здесь была брошка. Когда здесь брошки, то сразу шуба теряет свой внешний вид. И я сразу ее убрала. Норку вообще люблю. Я обожаю норку, потому что она теплая, и она легкая. То есть, даже в мороз, вот сейчас минус 10, я спокойно ее одену. Ну, правда, под теплый свитер. И мне холодно не будет. Также, так, как тут рука в 3 четверти, я надеваю высокие перчатки. И тоже смотрится очень красиво. Элегантно, даже так скажу. Следующая шубка, это белый песец. Вот это вот как раз та вещь, которая из моды выходит. Поэтому, покупая шубы, вы все-таки покупаете, вот как эта предыдущая, да. То есть, они могут быть по фасону одинаковые отчасти, да. Но разные цвета, если любите меха. Потому что, как вам сказать, мех, он не на один сезон, если еще правильно за ним ухаживать. Также меховые изделия можно отдавать в химчистку. Есть специальные химчистки. Они находятся прямо в магазинах, где продают мех. Ну, во многих, да. И следить за шубками, ну, надо. Что касается, например, этой шубки, да, я ее ношу. Но мне уже не нравится то, что она вот разделена. То есть, когда-то там, по-моему, ну, сколько, два года назад точно это было модно. Все в них ходили. А сейчас это уже больше так. Одела и пошла. Я ее ношу как повседневно. У меня есть дочь. И, в принципе, она с меня уже шубы снимает. То есть, она уже одну забрала. Тоже из песца. Такое, как пальто. Шубка-пальто. Но легкое. И вот, я думаю, что скоро и эту заберет. Вот, мне это нравится, шубка, из-за цвета. Смотрится она очень прикольно. Мне вообще, как бы, нравится песец. Но, опять же, примеряя песец, смотрите, чтобы он не делал вас объемной. Я худая, ну, по своей структуре. Поэтому, как бы, объемная шуба, она смотрится нормально. Если девочка, например, более крупная, то это может смотреться, как бы, не очень. Поэтому всегда рекомендую норку. Это самый оптимальный мех. Он и теплый, и красивый. И при этом он объема вам не придаст. И мне нравится то, что она без воротника. Ну, она такая прям. Она хорошо смотрится и на платье. Если честно, она хорошо смотрится даже на спортивный костюм. Но носить шубу со спортивным костюмом, это уже считается моим лицом. А теперь мы дошли до моей любимой шубы. Ей уже 7 лет. Вот. Я еще ни разу не отдавала ее химчистку. Но понимаю, что, в принципе, уже пора. Чтобы был блеск. Это производство Россия. Я покупала на выставке. Кстати, у меня кто-то спрашивал, Ланя, где ты покупаешь шубы. Вот эту вот рыжую я купила на дорынке. Вот эту вот белую я купила на дорынке. У меня есть меховая жилетка. Сейчас могу вам, в принципе, ее показать. Я ее решила отвезти в другой дом. Потому что, ну, в принципе, меховую жилетку в минус 10 ты уже не наденешь. Поэтому... Но она из Лисы. У меня кто-то спрашивал, где я купила жилетку меховую из Лисы. И ни одна девочка спрашивала. Поэтому тут отвечу. Я осенью, очень часто, во всех городах бывают выставки. Меховые выставки. Вот я обязательно на них езжу. Там можно купить меховое изделие. Вообще недорого, на самом деле. И я эту меховую жилетку тогда купила, по-моему, за 400 или 500 долларов. Ну, что-то такое. Потому что это производство наше, Украина, Закарпатти. Вот. Поэтому... Но она не лезет. Тут самое главное. Вы смотрите, когда покупаете вообще меховое изделие. Потяните чуть-чуть за мех. Если он вылазит, это очень плохое качество. Потому что очень много шуб из Китая. Вот китайские шубы натуральные. Брать вообще нежелательно. Берите Россию. Берите нашу Украину. Ну, тоже смотрите на качество. Опять же. Хорошее качество, оно подразумевает под собой, вы должны видеть подкладку. Вот, например, в этой шубе есть карманчик. И здесь есть сразу вот, вы можете проверить, да, например, подкладка. Что это цельная шкурка. Сейчас я вам вот так покажу, да. Что это цельная шкурка. Что она хорошего качества. Это шуба классическая. Мне она безумно нравится, потому что я ее ношу в основном под каблук. Она легкая, теплая. Там, я не знаю, будет минус 15, в ней будет хорошо. Тут есть такой воротник-стоечка и закрывает от холода, там, мороза, от ветра. Ничего не задувает. Ну, в общем, безумная такая покупка моя была. Ну, в тот момент я дорого за нее отдала, за эту шубу. Тоже на выставке. И купила я ее в Запорожье. Я была у мамы в гостях. И мама говорит, поехали на выставку меховую. Ну, поехали. Поехали, посмотрели. Я не планировала себе ничего покупать. И, кстати, когда я увидела эту шубу, она мне прям очень понравилась. И мне мама говорит, а не берегу. Мам, ну, как бы дорого. Не пожалеешь, возьми. И действительно, вот, маме благодарность она настояла, и я ее купила. Вот. Она очень классная. Она с карманами. И прям, не знаю, это моя самая любимая шуба. Кстати, там же в Запорожье на выставке я купила вот такую вот меховую накидку. Это вязанная накидка. И вот тут вот оборка. Это беседа для меня уже не актуальна. Но могу ее накинуть, знаете, в том случае, если я иду куда-то на мероприятие, в платье, в пол. Это прям вечерний выход. И сверху эта накидка просто, как, знаете, слегка прикрыть плечи. И то я потом ее снимаю. Ну, то есть, она ждет, наверное, своего часа. Может быть, моему ребенку, там, старшей дочери пригодится. Может быть, мне когда-то. Но вот так вот, чтобы сказать, что я ее ношу, нет. Она потеряла свою актуальность. Их уже много у кого я видела. И из-за этого я не хочу носить. Ну, и, соответственно, в ней в минус 10 вы не выйдете, потому что она вязаная. Она, конечно, не просвечивается, но она очень легкая. Она исключительно только под вечерние платья. И то даже сейчас мне как-то не хочется надевать. Она ждет своего часа. Придет он или нет, я не знаю, но... Так, еще одну шубку хочу вам показать. Это искусственная шуба. Она под норку. Вот, розового цвета. Вообще, это шуба моей дочери. Но так как мы с ней уже одинаковые, иногда ношу эту шубку я, иногда она... Ну, вот иногда мне хочется быть в розовом, разбавить свое настроение. И тогда я надеваю эту шубу. Вот. Ну, как вам сказать? Сказать, что я в восторге от нее, нет. Но она такого цвета, что она реально прибавляет мне настроение. И окружающим тоже. Ну, вот прям такой, знаете, цвет барби розовый. У меня, кстати, такой есть свитер. И мне вот у свитера нравится фасон, что я даже не посмотрела на цвет. Что в этой шубке мне не нравится, то, что здесь, опять же, замочки на крючках. Это очень неудобно. Крючки время от ремени открываются, туда задувает. Поэтому, если ее и носить, то только вот в расстегнутом виде. Или просто поехать, что-то заменить, может быть, там в ателье, сделать заклепки. Ну, как вариант. Эту шубку я купила для дочери. Вот. Она ей очень довольна. Это Art Fur. Я не знаю, что это за бренд. Купила я эту шубку в Аутлете. В Аутлете находится Аутлет на Позняках. Вот она там висела, и я подумала, что моей дочери будет самое оно. Ну, видите, даже сама иногда ношу. Куплена она была за, по-моему, 2000 гривен, но несколько лет назад. Это Позняки Сокорки. Новус. Там есть в Новусе Аутлет. Там очень много H&M. И вот она там была. И почти финал из верхней одежды. Еще обувь вам покажу. Хочу показать пуховик пальто красного цвета. Я не планировала эту покупку. Просто знаете как? Я посмотрела, думаю, ай-ка примерю. Примерила и решила не снимать. Уехать с этим пуховиком. О! Видите? Я только вот так вот надела. А уже все позастегивалось. Тут внутри, вот здесь вот, вот здесь вот, есть скрытый магнит. А здесь металлические кружочки. И, соответственно, нету вот этих вот некрасивых заклепочек. Я так этого не люблю на самом деле. Получается, что это вот такое пуховик одеяло, пальто. Оно классического кроя. Мне оно очень понравилось, потому что под каблуки его можно носить. Оно теплое. Оно красивое. Красный цвет такой, знаете, прям под красную помаду. Классический красный цвет. Крутые карманы. Сам пояс вам дает такое свое изюмин. Также здесь интересный воротник. И его можно крутить, как хотите. То есть, воротник можно оставить вот так вот. Тут есть отверстие. Сейчас я вам покажу. Можно выпустить одну сторону вот сюда вот. Вот в таком формате, например. Также можно сделать вот так вот. На самом деле вариантов очень много. Как можно крутить этим воротником, подбирая что-то свое особенное. Также от погоды зависящее. Также можно носить его, например, вот в таком формате. Сейчас покажу. Вот так вот. То есть, как хотите, так и крутите. Мне очень нравится. Это тоже европух. По ощущениям, это пух. Потому что, вот прям, знаете, я сначала, когда трогала, я разбираюсь в этом. Я прям засомневалась. А потом говорю, это европух. Она да. Ну, как бы, все равно что-то мне подтолкнуло, что это не настоящий пух. Но на ощупь, как пух. Очень легкая. Здесь точно так же есть, видите, резиночка. То есть, сюда не будет ничего задувать. Это очень важно. Потому что у меня есть куртки, где без резинки, когда дует сильный ветер, задувает. Еще понравилось то, что он не стеганный. Вот, например, куртка, первую, которую я вам показывала, моя покупка, он стеганный. То есть, это уже дает понимание того, что это спортивная вещь. Эта вещь можно надеть и под ботинки, можно надеть и под каблук, то есть, под шпильку. Кстати, очень приятная ценовая политика. Потому что я смотрела, если пух, то это там от 6-7 тысяч и выше, да. Зависит еще от фасона. Там были и 10, и 12, и 15. А европух и синтепон, они стоят дешевле. Синтепон я не хотела. Мне хотелось или пух, или европух. И видите, у меня так получилось. Или одна куртка пуховая. Я готова была ее купить, но я просто не нашла тот фасон пуховой куртки, который бы меня удовлетворил. Поэтому у меня получилось две покупки, две куртки с европухом. Я безумно довольна, я уже проверила. Эту еще не надевала. Она у меня, кстати, еще с этикеткой. Это покупочка. А вот черное пальто я уже с удовольствием повалялась на сниму. Благодаря моей подписчице, которая меня туда послала. Я с покупками. Поэтому я не помню, как тебя зовут. Я тебе безумно благодарна. Ну и обещала вам показать ботинки, которые я купила. Это ботинки прошлого года. Они как бы белые, очень классные. Я в Буковеле в них лазила по горам. Где только не была, много гуляла. По лесам, по тропинкам. И по факту можно было и дальше гулять. И я буду дальше гулять. Ну, например, там, опять же, в лес пойти, во дворе погулять. Но я захотела купить еще точно такие же. Потому что эти белые, они потеряли свой внешний вид. Здесь вот серая такая окантовочка. Она затерлась. И, в общем, носить уже их мне не захотелось. Ну, разве что, как я сказала, да? Не в пир, а в мир. Я купила точно такие же. Ну, не прям совсем-совсем такие, чуть-чуть другие. Но по фасону такие же. Я уже вчера в них гуляла. Они безумно теплые. Такие же, как и те предыдущие. Потому что внутри искусственный мех. И самое интересное. Я примеряла похожие, другого цвета, чуть другого фасона. Мех был кругом, но на стельке не было меха. И было холодно. Ну, как вот, я ощутила, как-то так думаю, будет дискомфортно. Здесь на стельке тоже мех. И прям очень тепло. Я взяла 38-й размер. Это мой размер. Это фирма. Я не знаю вообще, что это за фирма. Первый раз ее вижу. Называется... Вот, читайте. Чтоб я неправильно, наверное, прочту. Что это за фирма, я не знаю. Но они очень прикольные. Это не кожа. Купила я их вообще за чуть ли не копейки. Они стоят до 500 гривен. Но я просто реально понимаю. Это та обувь, которую ты носишь постоянно. Тебе ее не жалко. Вот как, например, эти. Я носила постоянно кругом. Внешне они очень прикольные. Хотя это не кожа. И внутри это не натуральный мех. Хотя я спокойно отношусь к ненатуральному меху. И стоят. Цена такая, что, я не знаю, берите, меняйте хоть каждый месяц. Но самое интересное, менять не надо. Они реально хорошие. Всю зиму отходила в тепле. Внешне они классные. Я ездила в Буковельник. Вообще, я эту обувь не снимала всю зиму. И было мега круто. Мега удобно. Что я, вот видите, стало холодно. И я начала судорожно искать точно такие же. Вопрос. У меня все спрашивают. Ань, где ты их нашла? Есть метро Харьковская. Магазин конфискат. Вот там есть обувь как вообще никакая. Так есть и прикольная. Просто надо искать. Иногда приезжаешь, смотришь, вообще ничего. Вообще ничего. А бывает приезжаешь, и эти прикольные, и эти прикольные. И эти прикольные. У меня есть сапоги, которые я там купила. Но это будет отдельное видео. Я покажу вам. Правда, осенние. Но там очень много обуви зима. И в принципе там можно найти кожаную. Там есть отдельный стенд с кожаной обувью. Но опять же, я не приверженец того, чтобы покупать кожу или не кожу. Если это не кожа, я не куплю. Ну то есть у меня такого нет. У меня есть как и дорогая обувь. У меня бетфорды за почти 10 тысяч. Сколько? 9, по-моему, они стоят. Ну, не важно. Я имею в виду, что когда вы идете куда-то в пир, я так называю. Ну, куда-то на выход. Можно, конечно, одеться очень хорошо и дорого. А когда вы идете гулять в лес, не обязательно покупать мега дорогую обувь. Если вы можете себе это позволить, ради бога. Но если я нахожу альтернативу какой-то дорогой обуви, теплой, я с удовольствием ношу вот такую вот обувь. Мне, знаете, я из тех людей, которые, чтобы было красиво, недорого, но и качественно. Почему-то многие думают, что если обувь недорогая, то она некачественная. Ну вот, судя по ботинкам предыдущим, я реально понимаю, что я точно так же отдала за них тогда около 500 гривен. Относила всю зиму и опять же повторила покупку на следующий год. Потому что мне было тепло, мне было комфортно, мне было красиво. А это важно. Еще хотела показать красную куртку, о которой я вам говорила. Она приталенная, она спортивная, она с мехом. Но носить я ее не хочу. Во-первых, как-то в ней уже не комильфо, потому что она приталенная. Вот для меня прям, ну не хочу. Хотя по факту она очень удобная. Капюшон отстегивается. Этой куртке уже, наверное, лет 5. И стирала я всего лишь один раз. Рукава иногда все-таки затираются, и из-за этого приходится стирать. Но здесь тоже есть, видите, кстати, это пуховая куртка. Если что. Здесь тоже есть манжетик, и тоже ничего не задувает. Но носить мне ее уже не хочется. Хотя вот во двор или куда-то там в школу, или там, знаете, там быстро куда-то выбежать, я в принципе могу ее надеть, потому что очень удобная, легкая. Но, опять же, приталенная. Вот не хочу. Поэтому я такие вещи никому не отдаю, не выбрасываю. А просто складываю, она будет ждать своего часа. Когда-то все вернется. Мода возвращается. Просто она чуть-чуть перетрансформирует. Вот я вам показала свою верхнюю одежду. Это, конечно, не все, что у меня есть, но это основное то, что я ношу. Надеюсь, это видео вам было полезным. Если это так, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео. У меня видео выходит два раза в неделю, в понедельник и в четверг. Поэтому очень жду вас на своем канале. И оставляйте комментарии. Все, всем пока-пока.